Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Родёр 120 Гигабайт, и это видео по Верайзинг. Родилось это видео довольно-таки случайным способом, у меня был стрим по Верайзинг, такой не особо популярный, который внезапно после его окончания набрал огромное количество просмотров из рекомендаций. И после второго стрима по Верайзинг я подумал, почему бы не сделать такую нарезочку, гайд-обзор, где я расскажу о первых часах в игре, дам несколько подсказок для новичков и поделюсь своими впечатлениями. Надеюсь, вам такой формат зайдёт, если это так, пожалуйста, не забывайте про лайки, да, а если вдруг вы не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь, буду очень сильно рад и благодарен, ну, комментарии тоже пишите, если есть какие-то пожелания, может быть, у вас тоже есть какие-то советы для новичков, пишите в комментарии, пожалуйста, и приятного просмотра. Игра начинается, конечно же, с создания персонажа, редактор здесь не особо богатый, тем не менее, вы можете создать женщину-вампира или мужика-вампира вот с такой вот странной шеей, есть выбор причесок, цвет волос, глаз и кожи. Я не стал тут долго зависать, поэтому быстренько создал вот такого вот кочмара и начал игру. Появляется наш новорождённый вампир прямо из гроба, как ему и полагает. Спамнимся мы, конечно же, в обучающей локации, где нас научат основам передвижения и основным механикам игры. Сразу хочется сказать по поводу управления. Передвигаетесь вы стандартно при помощи ВАСД, мышкой вы управляете взглядом вашего персонажа, на этой механике основана боевая система. Чтобы крутить камеру, вам нужно зажимать правую кнопку мыши, и как бы привыкнуть к этому всему можно, но сразу скажу, что подобное управление немного на любителя. После спауна мне дали первый квест, собрать определённое количество костей, необходимое для крафта меча. После того, как я обшарил склеп и я его покинул, отправился на поиски этих, собственно, костей. Враги на локации есть, но не пугайтесь, что вы и без оружия. Во-первых, у вас уже есть скилл, который вы можете их атаковать, а во-вторых, они довольно хилы, и добить их можно даже кулаками. Выполнив квест по сбору костей, которые падали со врагов, я, наконец, получил награду, а именно рецепт крафта косиного меча. Естественно, я пошёл его сразу крафтить, и заметил, что крафт в этой игре очень долгий. Об этом я ещё не раз скажу в будущем. Это касается не только крафта, но и переработки ресурсов. И вообще, это довольно спорный момент, как по мне. В общем, после крафта меча мне дали задание на убийство врагов, что с этим мечом было уже сделать намного проще. Быстро разобравшись с нежитью, я смог скрафтить свой второй предмет в игре, а именно кольцо, которое давало бонусы к снаряжению. Также мне стали доступны для крафта первые всратенькие доспехи, на которые, конечно же, надо было собрать ресурсы. Тут я заметил, что время в игре не стоит на месте, и после ночи наступил день. Задавшись вопросом, будет ли солнце меня дамажить, я быстро получил на него утвердительный ответ. На начальных этапах солнце ваш самый страшный враг. Прятаться от него можно в тени деревьев, если что. Также я заметил хорошую разрушаемость в игре, и, конечно же, есть объекты, которые разрушить нельзя, но всё же подобный уровень интерактивности уже радует. Разобравшись с ещё парочкой врагов, я, наконец, собрал достаточно ресурсов для создания доспехов, скрафтил их, снова поплакав из-за скорости крафта, и поужинал несчастной крысой, которой удалось поймать. Про кровь, её пополнение и качество я расскажу чуть позже. После этого я, наконец, покинул обучающую локу. На выходе мне предложили выбрать место спауна. Не имею ни малейшего понятия, влияет ли этот выбор на что-либо, если вы в курсе, напишите в комментариях. Ну а я просто выбрал первое попавшееся место и отправился туда. Первым попавшимся местом стала область леса Фарбейна, где меня уже поджидали не особо гостеприимные животные. Разобравшись с ними, я, наконец, смог поставить на крафт недостающие вещи первого сета доспехов. Пока они крафтились, я обратил внимание на кровь. Забегая чуть вперёд, скажу сразу, что кровь тут бывает разного качества и даёт разные бафы. Кровь животного, например, даёт бонус к скорости перемещения. От качества зависит количество этого бонуса. Проверить качество крови можно под именем врага. Также кровь является ресурсом для скилла, которым вы хилитесь. О нём я чуть позже расскажу. Скажу ещё сразу, что употребляя кровь одного врага, вы скидываете бонусы от группы крови предыдущего. Она как бы заменяется. Выполнив квест по крафту первого сета доспехов, я получил в награду рецепт костяного топора. Если я правильно понял, если нет, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, то, несмотря на то, что деревья можно и мечом, лучше это делать топором. Скорее всего, есть либо бонус к ресурсам, либо он дольше изнашивается. После топора я получил рецепт костяной булавы. Её надо использовать для добычи камня. Кроме того, и меч, и топор, и булава являются оружием, которым вы можете сражаться со своими врагами. В общем, после выполнения обучающих квестов по добыче дерева и камня, я получил технологию сердца замка, которая позволяет, наконец, построить себе жилище. Сделать это, однако, не так просто. Помимо ресурсов, вам понадобится достаточно места. Найти его в лесах Фэрбэйна не так уж просто. Я отправился на поиски полянки, сжигаемой солнцем, по пути прячься от высокоуровневых мобов. И дерево, блядь, ебёт лося! Дерево, оно же лешие, в итоге хотел выбрать и меня, но мне удалось сбежать. А благо, с волками у меня всё ещё получалось справляться. И вот, спустя некоторое время поисков, я, наконец, набрёл на идеальную полянку для места стройки своего первого жилища. Установив на полянке сердце замка, я познакомился с ещё одной механикой игры. По аналогии с Растом, ваш замок тут гниёт, и чтобы он не разрушался со временем, в сердце замка надо закидывать эссенции крови, которая падает с убитых мобов. Благо, всё это не сильно заморочено, и небольшого количества эссенций хватает надолго. После установки сердца замка, мне надо было заклеивать территорию под строительство, что я и сделал, получив награду за выполнение квеста, рецепты стен и других конструкций для стройки. Далее по квесту надо было построить стены и гроб, в котором я буду спауниться, если вдруг отъеду. Короче, как кровать во всех выживалках. Я пошёл добывать резы, а тем временем наступил очередной день, и вышло беспощадное солнце. Построив стены, двери и гроб, я понял, что мои стены не спасают меня от него, если не прятаться непосредственно в их тени. Но добрый чатик мне подсказал, что в игре есть туманные жаровни, которые создают завесу от солнца, если в них сжигать кости. И я их установил следующими. Далее по квесту я поставил сундук для резов, которые уже начали скапливаться у меня в инвентаре, и в награду получил рецепты станков для обработки. Первой мне предстояло подстроить лесопилку. Кстати, жаровни ночью не забывайте отключать, чтобы не сжечь зря кости. Я понял, что мой загон, а по-другому его не называть, слишком маленький для установки станков, поэтому я решил его расширить, а заодно проверить, можно ли пропускать день, ложась в гроб. К сожалению, нельзя. После всего этого я установил лесопилку, в ней можно перерабатывать деревья в доски. Делается это, конечно же, очень медленно. Поставив дерево на обработку, я установил в хате верстак, который позволяет делать инструменты и снаряжение более высокого уровня. Этим я и занялся. Скрафтил себе новую костяную броню, в которой я смотрелся, как вампир из какого-то первобытного племени, а также новое кольцо. И после всего этого я получил в награду за выполнение обучающего квеста одну из самых важных технологий. Кровавый алтарь. Этот алтарь показывает информацию о всех боссах игры и о награде, которую вы за них получите, а также указывает вам путь к выбранному боссу. Первый босс по квесту это Альфа-Волк. После нажатия кнопки отследить кровь, Кровавый Красный Туман будет вам указывать направление, в котором находится босс. Я инстинктивно пошел сразу по направлению, куда указывал туман, и тут скажу я вам, все не так просто. Туман не работает как навигатор, он просто показывает тебе, в какой стороне находится босс, а путь к нему ты должен проложить сам. Я по пути встретил несколько мобов, забрел в локацию с нежитью, которая значительно превосходила меня по уровню, ретировался и понял, что лучше не прокачано в такое путешествие не отправляться, поэтому надо бы сделать оружие помощнее. Я вернулся на хату, где у двери меня уже поджидал голодный медведь. Бедный Миша не знал, что я голоден не меньше, чем он, так что не упущу шанс высосать его кровь для утоления своего голода. В чатике мне подсказали, что для того, чтобы драться с боссами, нужно скрафтить медные инструменты, так как у них есть дополнительные боевые скиллы. У меня, однако, хватало ресов только для того, чтобы скрафтить улучшенные костяные инструменты, что я и сделал. Однако от медных инструментов я не отказывался. Я установил половинью и отправился на поиск медной руды, так как того, что у меня было в наличии, не хватало для того, чтобы сделать даже один медный слиток. Вообще, скажу тут сразу, что медная руда в игре очень нужна, поэтому, если вы где-то ходите гуляете и видите ее, добываете, лишней она никогда не будет. В поисках руды я забрел на лагерь бандитов. Такие лагеря разбросаны по всей карте и в них, помимо самих бандитов, также можно найти очень ценные ресурсы. Совсем на халяву они вам, конечно, не достанутся. Именно в этом лагере бандитов я встретил первого более-менее сильного моба, который чуть не отправил меня на тот свет. Трусливо отбежав в сторонку и подлечившись с помощью скилла исцеления крови, именно он тратит вашу кровь-то исцеление. Я вернулся в лагерь, дабы дораздать люлей негостеприимным негодяям. А того, что больше всех выебывался, я вообще сожрал. В лагере я забрал все, что плохо лежало, разбивая ящики и обыскивая сундуки. Кроме того, обратил внимание, что выпил крови воина, который давал их бонус к моей физической силе. После я добыл еще немного медной руды и вернулся домой, закинул все это плавиться, в очередной раз посетовав на скорость крафта в этой игре. Один слиток крафтится инструмента. И ничего не остается, как просто ждать, пока нужное количество будет готово. Можно, конечно, поставить несколько плавилин, но на все это нужны ресурсы, которые не так просто тут добыть. В общем, я стал ждать, и чтобы как-то скоротать свое время, поставил кровавый пресс. Это такой станок, где вы можете создавать эссенции крови различного грейда. Кроме того, чатик мне тут подсказал, что убивая каждого босса, я буду получать от него скил, который могу потом сам использовать. Стандартной прокачки с помощью опыта в игре нет. Уровень зависит от шмоток и оружия, которые вы носите, а скиллы получаются от боссов. Довольно интересная концепция. Нарубив еще деревьев, я отправил их себе в лесорубку. Медная руда тем временем почти уже вся доплавилась в слитки. Наступил очередной день, а я все мечтал о замке, ведь мне подсказали, что построив замок, у меня наконец появится крыша над головой, и не придется все время включать эти треклятые жаровни. Забегая вперед, скажу, что замок я все же построил, но об этом позже. В общем, я забрал все слитки из печки, пошел крафтить себе медные инструменты. Скрафтив мечу-балаву, я понял, что мне снова не хватает медных слитков для топора. Решив не оставлять свой план незаконченным, я снова пошел искать медную руду. Я опять встретил лешего, я встретил какой-то ядовитый цветок. Я добывал, добывал, добывал. Я забрел к очередным бандитам, покушал ими, снова добывал, добывал, добывал. А в этот же момент я понял, что карта у игры просто огромная, ибо бегая в поисках ресурсов, я открыл лишь маленькую ее часть. Вернувшись домой, я отправил все переплавляться, скрафтил себе топор, потестил его боевой скилл, и мой план на этом был выполнен. Я решил, наконец, отправиться на битву с первым боссом. Я еще раз убедился, что из тумана хреновый навигатор и желательно посматривать в карту, ориентируясь просто на направление, которое указывает туман, потому что частенько он вас приведет в тупик. А тут, к моему несчастью, не без помощи дневного света, бандиты отправили меня на тот свет впервые. Возрождаться помимо гроба можно и в ближайших вампирских вратах, если они ближе к месту вашей смерти, например. Вернувшись на место своей гибели, я подобрал свой инвентарь, при смерти он остается лежать на земле 45 минут, и отправился дальше искать босса. Когда я его, наконец, нашел и вступил с ним в неравный бой, я понял, что мои усилия по прокачке оружия были не напрасны, ибо бой был неравным именно для босса, который оказался вовсе не альфой, а вполне себе омешкой. Минус. Извлекаем кровь. Как я говорил ранее, с босса мы получаем скиллы в награду путем высасывания из них особой вейкрови. Первый босс дал мне скилл превращения в волка, а в награду за выполнение квеста я получил стол исследователя. При превращении в волка ваша скорость передвижения чуть увеличивается, а животные вас не атакуют. Помимо скиллов, с боссов часто падают необходимые для развития чертежи. Поэтому я и говорил, что кровавый алтарь очень важен. Без него боюсь представить, сколько я бы искал каждого босса и тормозил в развитии. Хотя иногда на боссов можно наткнуться случайно. Например, по дороге на хату я встретил лучницу хаоса Лидию 26 уровня, но решил, что сейчас мне с ней сражаться рановато. Испешно ретировался. Ебать! Лидия, иди нахуй! Лидия, иди нахуй! Добрался до хаты я аккурат перед рассветом. Поставив полученный недавно стол исследователя, я понял, что чертежи можно получать не только с боссов и при выполнении квестов, но и изучая найденные книги. Кроме того, собрав 50 кусков бумаги, вы можете также изучить рандомный чертеж, потратив их в этом столе. И хоть бумаги у меня не хватало, зато была книга с чертежом нового кольца. После выполнения задания по установке стола исследователей, я получил наконец награду технологии стены и конструкции для постройки своего первого замка. Однако, тут все оказалось не так просто. Нужно было улучшить сердце замка до второго уровня, а для этого, помимо уже имеющихся у меня в наличии медных слитков, нужна была кожа. Кожа перерабатывается из шкур животных в кожевной фабрике. Чертеж этого станка можно получить после убийства босса Келли, морозного лучника. Благо, уровень этого босса был не очень высокий, поэтому я решил не терять времени, включил в алтаре отслеживание крови и отправился на его поиски. Поиски снова оказались не без приключений. По дороге я забрал в какую-то шахту, которая была полна ресурсов и мобов. Мобы мне быстро напомнили, что сильно выебываться мне пока рановато, и после недолгого моего сопротивления, второй раз отправили меня в шутки, я решил не отвлекаться на исследование и дойти уже наконец до босса, очень уж замок хотелось построить. По дороге я накнулся на огромные залежи меди, которые булавой добыть не получится, для этого требуется взрывчатка. Спойлер, взрывчатку я пока так и не видал в игре. В общем, поглядывая частенько на карту, я наконец добрался до лагеря браконьеров, где находился нужный мне босс. Мне пришла в голову гениальная идея поставить сердцозамка и гроба рядом с лагерем, чтобы в случае смерти не бежать снова туда 100 лет. Однако она споткнулась о невозможность установки этого самого сердцозамка из-за препятствий, дорог и так далее. Плюнув на всё, я пошёл ва-банк и начал выманивать многочисленных мобов с территории лагеря, чтобы и все сразу на меня не наваливались, когда я буду биться с боссом. На моё счастье, в это время наступила ночь и можно было хотя бы забить на игру в прятки с солнцем. Не могу сказать тем не менее, что было легко, мобы огрелись большими группами и больно били, но в итоге потихоньку я с ними расправлялся, не забывая подхиливаться. Зайдя на территорию, я продолжил огреть мобов и расправляться с ними поодиночке, параллельно из ковбоса. Найдя его, а вернее её, в окружении ещё нескольких мобов, я подождал, пока она от них отойдёт, чтобы снова не было группового изнасилования без моего согласия. После того, как мобы закончились, я подхилился и совершенно упустил из виду тот факт, что на эти хилы я потратил всю имеющуюся у меня кровь. Забегая вперёд, скажу, что меня это чуть не угробило, так как если вы испытываете голод, ваше хп через какое-то время начнёт уменьшаться, так что не совершайте мои ошибки и следите за уронем крови. Теперь про босса. Сагрев её, я думал, что сейчас без мобов я быстренько её положу, но не тут-то было. Помимо того, что она стреляет из своего лука сразу тремя стрелами, которые ещё вас и подмораживают, от моих атак мечом она ловко уворачивалась, телепортируясь на расстояние и держа дистанцию. Кроме того, если подобраться к ней поближе, она запускает атаку по местности вокруг себя, заставляя вас снова отходить, учитывая то, что частенько придётся сражаться с ней на расстоянии, а у меня для этого был всего один не очень мощный скилл. Именно по этой причине, а также из-за голода, который я не заметил, я чуть не отъехал и смог победить её на последнем издыхании, когда хп уже почти не осталось. Высосав её в ей кровь, я понял, что она не восстанавливает голод, поэтому быстро скушал завалявшееся в инвентаре сердце и восполнил наконец свой уровень крови. Ух, ебать, это было жёстко, слушай, это было очень жёстко, сука. Помимо станка для крафта кожи, этот босс дал мне мой второй атакующий на расстоянии скилл с эффектом заморозки, очень удобный против группы противников, которых он, собственно, замораживает и станет. По дороге обратно на базу я набрёл на бандитский лагерь, где в сундуке, помимо стандартного лута, лежала серебряная монета. Если её положить в инвентарь, она будет вас дамажить, что логично, черебро же. В чатике мне подсказали выкинуть её, но вопрос, насколько эти монеты вообще цены и зачем они нужны, остался открытым. Если кто знает ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вернувшись домой, я установил треклятый станок для изготовления кожи и закинул туда все шкуры животных, что у меня были. Думаю, не стоит говорить о том, что перерабатывается кожа очень долго, зато было отрадно понимать, что мне точно хватит кожи и для улучшения сердца замка, и для изготовления нового сета доспехов. Пока станок делал своё дело, я решил проверить, сколько всего боссов в этой игре и был приятно удивлён количеством боссов больше 30. Учитывая, что за первые несколько часов я успел увольнуть только двух, контента в игре даже в раннем доступе хватит на десятки часов. Улучшив сердце замка до второго уровня, я получил технологии для изготовления зеркала, а также выяснил, что для постройки стен обычного камня не хватит, а нужно его переработать в каменный кирпич. Станок, который это делает, называется гриндер, и для его постройки, помимо стандартных досок и медных слитков, нужен точильный камень. Чат мне подсказал, что точильный камень можно найти в некоторых лагерях бандитов, и я решил немедлить и отправиться на его поиски. Перед этим я скрязывал себе доспехи более высокого уровня и стал, наконец, похож не на дикаря из племени, а на статного вампира. Найти нужного вам лагеря, где хранится точильный камень, можно с помощью карты. Там обычно указано, какие из редких ресурсов есть в определённых локациях. Мне повезло, что ближайший лагерь бандитов с точильным камнем был неподалёку. Добравшись до него и быстренько разобравшись со всеми бандитами в лагере, я обнаружил, что в некоторых лагерях, в клетках, сидят мирные безоружные люди. Поскольку я всё же вампир, я решил посмотреть, какие бонусы даёт кровь простых рабочих. Высосав её, я выяснил, что она даёт бонус к добыче ресурсов, тоже весьма полезный. Забрав, наконец, точильный камень и сундука, я понял, что одного похода мне недостаточно, ибо я залутал три камня, а для постройки гриндера нужно четыре. Следующий лагерь с точильным камнем был уже, к сожалению, не так близко. Я снова отправился в путь, а по дороге столкнулся с очередным не до конца понятным для меня явлением кровавой луной. Чат тут снова оказался бессильным в подсказках, так что вся надежда на ваши комментарии. Напишите, если знаете, что это вообще такое. Добравшись до нужного мне лагеря, я нашёл на входе доспехи. Они дают вам временную неуязвимость, однако атаковать врагов с ней вы тоже не можете. Странная штука, возможно, нужная только для поспешного отступления. Снова покрошив негодяев, я нашёл точильный камень в ближайшем же сундуке. Жадность во мне, однако, не позволила уйти сразу домой с нужными ресурсами, и я решил убить всех, кто был в лагере, чтобы собрать все ресурсы. Только после этого я, сжигаемый солнцем, отправился на базу. Добравшись, я первым делом установил гриндер и закинул у него все имеющиеся у меня в наличии камни. Моментально смекнув, что полученных каменных кирпичей мне будет недостаточно для постройки замка, я пошёл формить камень. Сразу скажу, что в идеале ставить два гриндера, потому что переработка камня, конечно же, очень долгая, а каменных кирпичей вам понадобится просто дохрена, однако, у меня не было точильных камней, поэтому пришлось обойтись одним. Каменные кирпичи, кстати, можно добывать также из руин каменных построек на локациях, однако, падает их оттуда с Гулькинхер. Решив, что глупо стоять и ждать, пока переработается весь камень, я решил потратить это время на убийство третьего босса, Эрла Камнелома, так как с него падал чертёж более продвинутого сундука. Находился Эрл Камнелом, как ни странно, в шахте. Внутри этой шахты огромное количество медной руды, так что туда в целом стоит наведаться, ведь, как я уже говорил, медной руды много не бывает. Кроме руды, там также вас поджидает некоторое количество мобов и сундуков, поэтому отправляться туда лучше с пустым инвентарём. По классике, разобравшись с мобами, которые окружали босса, я перешёл непосредственно к босс-файту. Вообще, с каждым боссом я понимал, что боёвка раскрывается именно на них по мере увеличения сложности и уровня босса. Данный босяк, помимо мощных милиударов, в первой фазе проводит ещё атаку на расстоянии, пускай по земле проклятый луч. Во второй фазе эта же атака становится быстрее и бьёт уже по четырём направлениям. Битва с боссом была интересная и не самая простая, но новость от доспехов и прокачанное оружие помогли мне с ним справиться. Минус, ёпты. Радости моей не было предела, когда я получил его скилл в награду за победу. К сожалению, мы получаем атаку из первой фазы, она не очень сильно бьёт врагов, но, как я уже говорил, накладывает на них скверну, из-за которой они ещё какое-то время получают дамаг. Ну и выглядит скилл очень эффектно. Превратившись в волка, я быстро добрался до базы и проверил, как там мои каменные кирпичики. Парни, ложив недюжиматематические способности, я понял, что кирпичей для полной отстройки замка мне всё ещё не хватает. Видимо, сам темп игры выстроен таким образом, что пока твои ресурсы перерабатываются, лучше всего ходить и заниматься чем-то полезным, убивать боссов, фармить мобов или ресурсы. Но меня так заколебало бегать по траве, что я решил построить хотя бы пол для своего замка. Этому, кстати, мешал мой деревянный гроб. Оказывается, под него нельзя поставить каменный пол. Это на самом деле уже перебор. Разрабы иногда как будто прям не знают, как ещё добавить геморрой игроку. Переставив гроб за стены замка, я наконец закончил с полом. Кроме того, я выяснил, что для следующего улучшения сердца замка нам нужны ресы, которые я даже и не умею производить, а именно железный слиток, стекло и большая эссенция крови. Последнюю, впрочем, не так трудно получить и она понадобится нам для многих вещей в будущем. Её можно делать в кровавом прессе из четырёх безупречных сердец, они падают с высокоуровневых мобов. Ещё её можно делать из обычной эссенции крови, однако для этого нужно выучить рецепт, который я пока не нашёл. Поняв, что без второго гриндера я буду перерабатывать камень ещё пару сотен лет, я всё же решил отправиться на поиски точильного камня, которого мне не хватало для постройки этого самого гриндера. Тут случился небольшой казус, что после убийства трёх боссов я поверил в себя и опизделился от обычных мобов. БЛЯТЬ! Впрочем, не беда, я вернулся, забрал рецы и отомстил за свою смерть проклятым бандюганам. Кстати, в лагерях часто в клетках сидят звери, и их очень удачно можно натравливать на мобов, выпустив на волю. В общем, очистив лагерь и залутав точильный камень, я вернулся домой и установил второй гриндер во славу сатане. После форманув камня, я закинул его на переработку, пока шёл этот процесс, решил разобрать свой деревянный загон, чтобы вернуть за него рецы. А позже чатик мне подсказал, что если заменять конструкции, то рецы с предыдущей конструкции падают тебе в рюкзак и разбирать всё необязательно. Пока я всё это делал, нужное количество камня наконец переработалось, спасибо второму гриндеру, и я ещё немного расширил территорию и начал устанавливать стены. Сразу скажу, что творческая архитектурная свобода, как во всяких там в Альхеймах и других выживалках, тут вы не найдёте, всё же изометрия её ограничивает. Однако, учитывая скольких трудов стоило мне построить свой первый замок, чувство удовлетворения всё равно было достигнуто. После постройки замка за выполнение этого квеста я получил чертёж каменного гроба, который будет заменой бомжатскому деревянному. Убрав подальше жаровни, ибо скрыши они мне больше не были нужны, я отправился на поиски могильной пыли, которая нужна для каменного гроба. Тут я в очередной раз ступанул на самом деле. Могильную пыль можно выбить с определённых мобов на кладбищах, но падает она далеко не всегда, да и мобы зачастую покоцал жёстко. Ой, блядь, иди нахуй, дядя. Не, ладно, слушай, с ними ещё похорновато на самом деле пититься. В любом случае, существует гораздо более простой вариант её получения, нужно просто переработать в гриндеры кости. И хоть надо их для одной единицы аж целых 100 штук, формятся они быстро и легко с любых животных, скелетов и других мобов. Впрочем, мой поход за могильной пылью не прошёл даром, так как я получил чертёж нового доспеха, вернее, части нового сада доспеха, в которой я по-быстренькому скрафтил и напилил на себя. К этому моменту, наконец, нужное количество могильной пыли было готово и я смог построить каменный гроб. Выглядит он, скажу я вам, гораздо более эпично, чем его деревянный предшественник. Тут, наконец, начинаешь ощущать себя эпичным, могущественным вампиром в собственном огромном каменном замке. Скрафтив довеса ко всему новое кольцо, установив несколько прокачанных сундуков, я вышел полюбоваться на свой великолепный замок. Именно в этот момент я понял. Несмотря на все проблемы и неспешный темп, это великолепная игра. Вот и все, ребятки, видосик заканчивается. Конечно же, мы не видели здесь пвп составляющую, которая на самом деле для большинства является самой интересной. Просто дело в том, что я решил, что для начала мне бы разобраться лучше в Соляново, посмотреть, что там как игра. А может быть, после этого я уже взгляну в пвп. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Поставьте лайкос, если еще не поставили. Напишите в комментариях свои дополнительные какие-то советы или впечатления об этом формате. Ну, а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. Я так хочу в замке своем поставить всякий там тронный зал сделать. Я хочу, чтобы там, блядь, приходили девственницы, блядь, с кровью, блядь, между ног и говорили «Господин Артем, сидите вам, нахуй, наебальник». Я бы сказал «Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Извините. прошу прощения